Всем привет из Варшавы! Такая организовалась немного неожиданная поездка. Точнее, даже не к саму Варшаву, а еду под Варшаву. И уже завтра там буду работать, а сегодня тоже решил совместить приятное с полезным. Приехал чуть пораньше, чтобы и по Варшаве можно было прогуляться. Ну и такие полдня по столице. Да еще и хотел тоже друга увидеть. Так что добрался сюда, ну и сейчас прогуляюсь по каким-то таким не сильно туристическим местам. Из таких варшавских новшеств еще впервые в жизни покатался на тандеме. Велосипед на двоих. Приехали как раз другом в торговый центр. Мы вообще думали быстренько так подъехать на велосипедах. Приходим, стоит только эта радость. Но подумали недалеко, буквально там 10 минут проехаться неторопливо. И решили на нем тоже сюда проехаться. Приехали, это по-моему Блю, как-то Блю Сити, называется торговый центр. И, конечно, очень смешанное ощущение от езды. Я еще сзади сидел, потому что я дорогу как бы не знаю, куда ехать. И сзади ты сидишь, вообще ничего не видишь, кроме спины. В принципе, никак не влияешь на езду, но ехать немного стрёмно. Там еще, когда чуть-чуть машины появлялись, то вообще не сказать, что прямо большое удовольствие от этого тандема получилось. Но такой в целом новый интересный опыт. Разок попробовать можно, но я думаю, повторять большого желания у меня в каком-либо обозримом будущем такой опыт точно нет. Все, он такой торговый центр, совмещенный с офисами. И нашел здесь еще интересный объект. Это статуя, которая подвешенная, такая, как каната ходит, немного выглядит. И это та статуя, которая мне напомнила о поездке в Ченстахову, потому что автор, он самый в Ченстахову. И там довольно много таких тоже на рыночной площади объектов. Есть, кстати, ролик на канале тоже из Ченстаховы. И там прошелся и на рынок, и тоже увидел. Но вообще много где видел такие вот фигуры, они очень узнаваемые. Вот в Кракове там, над одним из центральных пешеходных мостов много таких фигур тоже есть. Ну и вот здесь совсем не ожидал, на самом деле, зайти просто внутрь в торговый центр и здесь увидеть эту статую. Но приятное такое узнавание тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Другой в планах еще было сегодня и постричься, поэтому после Блю Сити, этого торгового центра, то добрались еще и по парикмахерской, это в принципе центральный район города. Но вообще, кстати, сам торговый центр очень приятное впечатление произвел на меня, потому что, ну опять же, вот эти вот статуи, они добавляют какой-то колорит. Ну а потом еще пошли немного в бильярд поиграли, наверное, уже года три особо не играл нормально в бильярд. И было приятно вспомнить, как это. Ну и в целом такая приятная атмосфера. Сейчас добрался до центра, тут как раз так еще трамвай стоит. Причем это именно, насколько я понимаю, не трамвайное депо, а как было написано, это именно место, где ремонтируют трамваи. Ну и это совсем недалеко, такой в пешеходной доступности от центра. Тут есть и новые некоторые жилые комплексы, которые здесь явно совсем недавно появились. Недалеко тут музей Варшавского восстания. В принципе, мне кажется, я куда-то в его сторону сейчас пешком и направляюсь. Но в целом интересные такие улицы. То есть вроде бы и центр, а все местные, все по каким-то делам, по работе ходят. Никаких туристов особо здесь не видно. Ну и для меня вообще Варшава это такой город, в который приятно приехать разок в году. Ну может быть там не разок, но там совокупно не очень много дней здесь провести. Но при этом как-то мне трудно себе представить. Особо никогда не хотелось здесь жить или часто сюда возвращаться. Хотя, опять же, ничего плохого в городе нет. А есть и приятные места, но как-то, наверное, не совсем мой город. А вот так вот иногда добираться это самое то. Все-таки есть у Варшавы какая-то вот своя атмосфера. Наверное, вот это для меня какие-то стандартные новостройки варшавские. Ну, хорошего уровня, конечно, потому что после центра и цены здесь на недвижимость тоже очень высокие. Если кто-то знает примерный цен, то тоже пишите в комментариях. Конечно, более такая вот центральная застройка. Но почему-то вот для меня в основном эти новостройки в Варшаве, да и много где, и в других городах Польши, они выглядят примерно вот так. Первый этаж это коммерция разная, разные там жабки, клиники, магазины или что-то подобное в суде какие-то. Ну а потом идут вот такие в спокойных тонах обычно жилые уже дома, жилая недвижимость. Да, есть, конечно, и совсем другие районы, которые выглядят так более необычно, но это скорее они для меня выбиваются из такого вот более стандартного варианта застройки. Такое и в Авросове хватает, и в Катавицах, и в Познании, где угодно. Ну вот в Варшаве вообще, мне кажется, довольно стандартная штука. Это вообще, ну почти самый центр уже видны вот эти варшавские небоскребы. Хотя вот в Варшаве я, кстати, тоже один раз ездил такой, ну на окраину район, и там визуально тут тоже новые районы. Честно говоря, даже не помню, как эта местность города там называлась. Но там вообще у меня какие-то доживы были с Турцией, причем с Турцией такой более нетипичный, типа Анкары, или может быть какой-то Кони. Там какие-то более такие дворы мне показались. Ну вот центральная застройка, она обычно такая. В принципе, все есть, все удобно, все довольно стильно и спокойно тоже выглядит. И вот такие вот дома сейчас появляются много где здесь. Кстати, еще недавно тоже интересное слово узнал, потому что приехал к другу, ну и друг вообще по-польски это Пшиячуль. И когда был в прошлом городе, еще все равно с Друи там работал, то вот уже с поляками как-то общались, общались и услышал сленгевое слово, как называют друзей в Польше. И кроме целого слова Пшиячуль, есть еще сокращение Пшапщи, я так понимаю, сленговое сокращение. Я вообще вначале, когда услышал, подумал, о чем вообще речь идет, как-то вообще мимо контекста, какие псы тут. Но оказалось, что Пшапщи это тоже такой близкий друг по-польски. По-своему даже вот интересно, когда сейчас прохожу и смотрю на такую вот новую застройку, это в основном там 8-10 этажей, где-то такая высотность. И благодаря вот этим стеклянным тоже вставкам, стеклянным балконам, ну и в целом, благодаря цвету материалов, выглядит сейчас достаточно легко. Такая застройка, ну по крайней мере для меня, у меня не складывается впечатление о том, что это перегруженное, что-то громоздкое. И даже вот интересно, сейчас вот сравнивая с разной застройкой там 80-х, каких-то 90-х годов, где тоже были 9-этажки, и ну вот смотришь на этот, допустим, дом, он тоже очень вытянутый, не сказать, что он такой миниатюрный, да, то есть в принципе по занимаемой площади, мне кажется, не сильно даже отличается застройка 80-х, 90-х годов, которая сейчас выглядит очень тяжело. И даже вот интересно, когда смотришь, то пройдет там вот лет 20-30, и тоже будет казаться, что этот дом, он такой тяжелый и массивный, или все же это просто старые те здания, они так остались, и такой стиль будут всегда иметь, а этот может и не состарится. В общем, по-живому видим, как говорится, даже интересно в этом плане посмотреть, но мне кажется, все равно должно быть более приятно спустя годы, потому что сейчас как-то уже и более разнообразно строят, и дизайн более, так, может отличаться от дома к дому, и цветовые исполнения, как вот даже следующий дом, следующее здание, но черный такой, очень такой строгий, но это офисный, конечно, там банк, бин-пи-пориба, наверное, может еще что-то находится, конечно, неживая застройка, но оно так все перемешано, что все равно как-то менее устает глаз и менее приедается, чем какой-то менее современный район. Интересно, что даже вот здесь, в такой совсем новой состройке, есть все же и какие-то вкрапления такие, ну, мне кажется, более древние вот эти вот кирпичные дома слева, возможно, склады какие-то были, возможно, вообще здесь раньше что-то заводского типа и стояло до этих многоэтажек, до того, как их построили, потому что это нередкое как раз-таки развитие района, что сначала было что-то промышленное, а потом перестроили там, все или почти все снесли, чуть-чуть оставили, и, кстати, с другой стороны тоже видел, что есть какое-то такое полускладское здание, и мне вот даже вспомнилось, скорее всего, где-то в этом районе тоже был год назад, тоже приезжал и жили тогда под Варшавой, работали под Варшавой, там пару недель буквально, и в один из дней там с коллегами из Турции поехали сюда, там еще пару поляков тоже были на машине, сели-поехали, и где-то, мне кажется, здесь, ну, на одной из соседних улиц как раз-таки запарковали машину, и пошли, погуляли, отлично провели время тогда в Варшаве, но потом как-то водитель не запомнил, где он оставил машину, и мы ее потом искали, наверное, минут 40, и что-то мне подсказывает, что здесь мы тоже проходили, как и на каких-то соседних улицах, и в итоге все же удалось найти эту машину, но квест был такой довольно интересный, и есть четкое ощущение, что именно в этом, в районе это все происходило, потому что в целом где-то отсюда мы и пошли гулять в сторону центра, в сторону высоток, и тогда еще насмотрелся на этот район. Район 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 Район, кстати, такой довольно большой, когда со стороны проезжаешь, что кажется, что, ну, есть какие-то отдельные офисные дома, там какие-то живые, но абсолютно не выглядит настолько обширным, как когда вот прогулялся где-то внутри, уже посмотрел по сторонам, очень много всего, да и людей так ходит, ну, понятно, что рабочий день, сейчас понедельник, и в принципе рабочий день еще идет, но все равно удивлен, по-хорошему удивлен, потому что, ну, насыщенный жизнью район, и даже просто прогуляться по нему сейчас весьма приятно, и мне кажется, в Варшаве, как столице, он идет, вот, то есть, да, тут абсолютно новый район, абсолютно новая архитектура, но как-то в этом городе я и меньше жду каких-то древностей, это все же не Краков, чтобы приезжать и пытаться найти наследие королей и за какой-то историей ехать, или там за чем-то необычным и древним, да, конечно, в Варшаве тоже это можно найти, но мне кажется, все же город сейчас больше не об этом. И определенно, конечно, не могу не отметить и прекрасную погоду, еще вчера утром, когда был в Варшавноздруй, то этот ливень там 4-5-дневный непрекращающийся был, и в эти дни температура была максимальная, в день это там 8-9 градусов плюс, а сейчас снова иду и снова окунулся, ну, пусть уже как бы не чувствуется, что это лето, все же сентябрь, и уже ощущается, что начинается осень, но в любом случае сейчас где-то, наверное, плюс 22, может даже чуть больше, захотелось даже чего-нибудь освежающего выпить, ну, или, наверное, зайду сейчас в жабку, возьму себе какое-то мороженое, чтобы как-то тоже немного охладиться, но погода, конечно, изумительная для таких неторопливых городских прогулок, и мне кажется, конечно, осень-весна это лучшая польская погода, я вообще люблю на самом деле эти два периода года, там, поздняя весна-ранняя осень, но и Польше надо отдать должное, эти времена года идут как нельзя лучше, а не как нельзя кстати. Да, есть, конечно, и шарм в новых районах, кроме того, что все чисто, ново, но еще и сами заведения, которые здесь находятся, и даже магазины, да, оказалось, вот те же сети, там, те же какие-то жабки, левиатаны и что-то еще подобное, но ассортимент внутри часто будет отличаться, потому что все равно покупательная способность повыше у людей, ну, потому что если человек может позволить себе купить новую квартиру, то, скорее всего, у него больше бюджета и натраты в магазинах, ну, и кроме, собственно, таких стандартных марок, часто еще можно найти какие-то необычные магазины, таких более нишевых товаров или там товаров из-за границы, и это, конечно, радует. Я сейчас живу в более старом районе, ну, и вообще не в Варшаве, и когда приходишь в такие новые застройки, то это тоже по-своему так на контрасте вызывает положительные эмоции, ну, и это определенный бонус таких вот новых и хороших районов, как этот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok